Этнопарк Кочевник И оформить это грамотно, конечно, мне помогала команда, как и здесь команда работает каждый день, рабочие у нас 5 дней в неделю. Поэтому тоже помогали люди, друзья. Алексей Ежелев добавил, что многое хорошее, что происходит в его жизни, происходит спонтанно и продает некоторое ощущение чуда, если это получается. О значимости премии Алексей Ежелев говорит не с материальной стороны. Важно само признание на федеральном уровне. Значимо, что мы не просто на уровне Сергея Посадского района или Московской области что-то делаем. А это действительно значимо для России. Страна у нас большая. Чтобы ее проехать, одного отпуска мало будет. Здесь можно ездить и ездить. И то, и зараст, и все не поймешь. Это на Чукотку слетать. И достаточно дорого. Дети растут. Они должны понимать, в какой стране, какие соседи у них. В этнопарке регулярно проводят фестивали. Некоторые стали традиционными. К примеру, летний музыкальный фестиваль «Поющая стрела». Его название пришло от звуков, которые издает тетива лука, когда ее натягиваешь. Еще один фестиваль, ставший традиционным – «Дыхание севера». Он посвящен коренным народам севера. На нем можно познакомиться с бытом, кухней и традиционными ремеслами музыкой этих народов. Один из организаторов фестиваля Евгений Кайпанау родом из Чукотки. На родине носит имя Умка. Лучшим, по его мнению, за все время стал фестиваль «Мама рядом». Понравился мне последний год, который проходил «Мама рядом», то, что моя жена организовывала этот фестиваль. Давно к этому готовилась. Он прошел так спокойно, вроде так непринужденно. И так все прям по-семейному было, что люди, которые приезжали, они погружались в атмосферу кочевников, узнавали о воспитании, узнавали о том, как живут кочевники, игры национальные, мастер-классы всякие разные. Для детей были тоже разные тренинги, йоги. Там были очень классные. Мне больше всех понравился такой вот. Совсем недавно в этнопарке появился новый проект «Кочевники и Русь. Тысячи лет вместе». Руководит им Сергей Холостов. Он не просто руководит проектом, сам создает его в прямом смысле своими руками. Сейчас Сергей строит двор русского землепашца на основе археологических находок XIII-XIV веков. Консультирует его ведущий археолог Сергеево-Посадского района Владимир Вишневский. Двор получился вполне историчный, начиная от самого дома, который сделан именно по тем технологиям того времени. Как вы видите, у него крыша земляная, дверь беспительная, сделана там напрямую. И плюс две хозпостройки, которые обязательно присутствовали на любом дворе. Это амбар, в котором хранилось зерно, и скотный двор. То есть тут у нас планируется будет конюшня, а там будем молоть муку, хранить зерно. И я думаю, к этим выходным я уже приготовлю хлебную печь. То есть уже сможем попробовать настоящий хлебушек, который в печи делается. В планах Сергея организовать не только экскурсии, но и мастер-классы. По женскому рукоделию, по мужскому ремеслу. Кузнечные гончарные дела. Сейчас любой пришедший на экскурсию в эту часть парка застанет Сергея в костюме землямпажца 14 века. Все сшито и скроено, как в те времена. Он покажет, как развести печь в избе без современных средств. Тепло и возможность приготовить пищу не на уличной печке, а на башне. Печка. Есть предположение, что наши предки и жили, и парились, как в бане, в одном и том же помещении, то есть в домах. Поэтому мы на той неделе убрали все личные вещи, раскочегарили печку на протяжении где-то часа. И действительно, там, градусов, наверное, 85-90 мы смогли так сделать. А мылись уже аутентично на улице, поливая водой. Планов по развитию этой части парка много. Мастер-классы по бортничеству и рыбалке. Фестиваль средневековой кухни народов Руси и кочевников. Я, честно говоря, плохой кулинар. У меня по большей части этим супруга занимается. Но свою лепту я внесу, потому что мы планируем сделать курсы, не курсы, а мастер-классы по варенью медовухи. Не знаю, насколько получится. Есть еще один такой спорный достаточно археологический артефактик. Некоторые подразумевают, что впервые перегонять алкоголь придумали монголы. То есть найден якобы первый самогонный аппарат монгольский. Возможно, попробуем даже по старой технологии сделать какие-то алкогольные напитки. Вместе с создателем парка Алексеем Ежелевым Сергей засеял небольшой участок поля. В следующем году планирует посеять лен, чтобы потом супруга Сергея смогла от начала до конца сделать ему рубаху. Алена Ромашкина, Антон Коврижных. Тема.